Объединенные общим горем, так можно назвать героев сегодняшней нашей программы, на исчету тысячи спасенных жизней по всей России. У нас в гостях добровольцы поисково-спасательного отряда Лиза Алерт и Екатерина Герасименко, и Елена Горячева. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада видеть вас в студии. Расскажите, пожалуйста, как создавался ваш отряд и в честь кого он назван? Ну, отряд создался в 2010 году, в сентябре месяце, прошу прощения, в октябре месяце, потому что как раз в сентябре месяце пропала девочка Лиза со своей тетей и двумя собаками из подмосковного города Орехово-Зуево. Они ушли на прогулку и, собственно говоря, не вернулись. Поиски длились порядка 9-10 дней, и на 10-й день нашли девочку Лизу уже, но, к сожалению, погибшей. Нашли ее в природной среде, в лесу. Ну, и, собственно говоря, люди, которые принимали участие в этих поисках, они все, ну, большинство из них объединились с одной мыслью, с одной целью, чтобы больше... Так впечатлила эта история, да? Это очень болезненная история, да. Людей много пропадает, там, тысячи, да, по всей России. Ну, почему на статистике 120-150 тысяч пропадает в год на территории всей страны? Страшные... Ну, и при этом мы должны понимать, что мы все-таки явно получаем не всю статистику, и не о всех случаях пропажи людей мы знаем. Да, кто-то может просто даже не обращаться. И, получается, вы тоже участвовали в этих поисках, да? Да, я участвовала. И для себя приняли решение? Вы знаете, я до этого раньше всегда считала то, что, ну, во-первых, что у нас никогда не пропадают дети, а во-вторых, что если вдруг пропал ребенок, что как-то все это должно быть массово, вы знаете, там, в серии самолеты летают, вертолеты летают, подводные лодки плавают, танки работают, и куча, 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 и очень много людей и ищут. Это было, конечно, практически так, но не было какого-то общего алгоритма взаимодействия. Когда каждая служба работала сама по себе, конечно, были и минусы работы всех служб. Невозможно уже кого-то определенно винить, да, там, и так далее. Но возникло четкое понимание, что я не хочу, вот лично я не хочу, чтобы это было, чтобы такое повторялось вообще когда-либо с кем-либо. Ну, то есть, там, с ребенком, со взрослым человеком. Потому что, когда ты видишь, что и понимаешь, что ребенок там в природной среде, это, он подвергается повышенной опасности, и он не понимает, он сам этого не осознает и не понимает. И когда такой плачевный результат, ну, это действительно потом, ты, понимаете, когда ты работаешь на поиске, как назовем это, работой, да, ты живешь этим поиском. Ты общаешься с родственниками, ты общаешься, там, с родителями, там, этого ребенка или этого, там, пропавшего человека. Это уже как долг чувствуешь, да? Это даже не то, что долг. Знаете, вот вы как уже практически как брат и сестра. И когда ты не можешь, например, там, уехать, оставив незавершенным это дело, да, то есть это уже все, это уже твоя личная, там, трагедия, не трагедия. Или когда ты нашел, или, там, вы сообща нашли, там, живого или погибшего. И когда нашли живого, да, все порадовались и разошлись на таком радостном настроении. Когда нашли погибшего, именно на трагедии потом дальше что-то происходит. Лиза, это как раз, к сожалению, или к счастью для многих, к сожалению, все-таки для родителей, да, Лиза явилась таким толчком, да, для того, чтобы тысячи просто других людей, тысячи других человеческих жизней были спасены. А сейчас, вот, например, если брать, там, какой-то другой регион, пропавший ребенок, практически в любом регионе, и начинается, знаете, такое сразу быстрое взаимодействие между службами. А, там, 9,5 лет назад такого взаимодействия не было. И вот, там, недавние поиски, там, в Ивановской области мальчика нашли, живого, да, там, ночью двухлетний ребенок, который потерялся, там, совершенно случайно. Это именно благодаря все, вот, когда-то той истории именно от Лизы, да. То есть за это время удалось сделать очень многое, но это еще очень мало. В тот же момент. Почему все-таки ребенок погиб? Вот, как так получилось, что она потерялась, эта девочка Лиза? Ну, во-первых, если вспоминать 2010 год, в московском регионе было огромное количество торфяных пожаров. Те деревья и те просеки, точнее говоря, те просеки, которые когда-то обрабатывались, да, они, естественно, стали, просто начали заваливаться вот этими деревьями. Когда Лиза пошла с тетей на прогулку, или, там, лучше, наверное, говорить, тетя с Лизой пошла на прогулку, тетя в этот лес ходила постоянно. Она его знала. Она его знала, как свои пять пальцев. И в очередной момент после вот этих торфяных пожаров знакомый лес, он неузнаваемый, потому что просеки завалены, потому что человек, когда-то ходивший там с знакомыми тропами, он их не узнает, он не понимает, где он находится, и они, в принципе, они кружили практически на одном месте в этом лесу. Они не могли выйти оттуда. Хотя лес, вот если ты смотришь в дневное время суток, он совершенно как бы такой прекрасный, прозрачный, красивый лес, как мы все привыкли его видеть. Да, и к чему это веду? Потому что как важно предостеречь своих, да, родных и близких, и детей своих от этого, да. А какие-то вот беседы проводите в школах? Вы, наверное, наверняка не только поисками занимаетесь, но какой-то профилактической работой. Да, со временем в отряде образовалось такое направление, как школа Лиза Алерт, которая занимается как раз такими вопросами, то есть занятия с детьми в школах, квесты различные и так далее. Школа безопасности называется. Алерт – это как раз сигнал тревоги, да? Да, да. Многие думают, что это фамилия этой девочки. Нет, у девочки была другая фамилия, да. Это, по примеру, американская система «Амбер-Алерт», там тоже имя девочки «Амбер» и «Алерт» в переводе английского тревога. А сколько сейчас людей состоит в поисковом отряде? И все ли они какие-то, знаете, там, работники МЧС? Наверняка это простые люди, обычные люди. Это обычные люди разных профессий, разных социальных статусов и так далее. То есть это... Ну, то есть точного количества, знаете, как-то сложно сказать. Понятно, да, что это добровольцы и волонтеры. Это, да, добровольцы. Сегодня я могу поехать, завтра я не могу поехать. Есть, конечно, какой-то костяк, опять-таки, он практически формируется в каждом регионе, вне зависимости, там, Москва, Питер, там, любой город, любой регион, но везде есть хоть несколько человек, такая активная инициативная группа, и люди, которые периодически подключаются на поиски, выезжая, или помогают удаленно. Удалённая помощь, она вообще, она не имеет признаков возраста, будем так-то говорить, да? Ну, и региона тоже. Может, человек из, не знаю, Иркутской области помогать в поиске в Москве спокойно. И то же самое, наоборот. Ну, то есть, возьмём, к примеру, есть горячая линия 8800 у Лизы Алерт. Это Лиза Алерт. Она должна работать в правосуточном режиме. Например, если бы мы её зациклим только на одном регионе, там, на Москве или на Петербурге, которая находится в одном часовом поясе, то, соответственно, те люди, которые находятся в этом регионе, они будут просто вымытаны физически, постоянно дежурят. Да, там же идёт распределение нагрузки по звонкам. То есть в любое время суток на телефон ответят, как правило, женщины. А статистика ведётся вот сколько примерно в сутки звонков поступает? Она ведётся, да. Сейчас мы не можем... Ну да, мы можем сказать вообще по статистику за год, сколько найдено, сколько... Да, было бы интересно такие цифры услышать. Вот сколько было. Да, ну если... Примерно. Ну, не примерно, есть точные цифры, но порядка 14 тысяч заявок на телефон горячей линии поступают. И я вот считала, что более 11 найдено живыми, да, и там небольшой процент людей, которые вот скончались. Ну, найдено погибли. Ну, если давайте вот так скажем точные цифры, да, за 2018 год 13 996 заявок, найдено живо 10 983, погибло из этого количества 1493, и есть ещё такая категория родные найдены 287. Это обратный поиск, когда человека дезориентированно нашли, который сообщить о себе сведения не может, разыскиваются его родные. Вот таких было 287 человек. Слава богу, что большинство из них, конечно, живые, да, и это радует. Вот скажите, если человек потерялся, да, не дай бог, случилась такая беда, и мы не знаем, что с ним. Может, он не потерялся. Надо же ждать там трёх суток, вот как обычно, да, и тогда уже станет понятно, вернётся он домой или не вернётся. Или это всё-таки упущенное время, и лучше его не терять, подстраховаться. Нет, ни в коем случае нельзя ждать трёх суток. Никакими нормативными правовыми актами это не закреплено, то есть нигде не написано подождать трёх суток и прийти, и отказать тоже в принятии заявления никто не может. Поэтому, как только почувствовали, что что-то произошло, да, не пришёл близкий в назначенное время. Всё время возвращался в 18 часов с работы и не пришёл, и телефон у него выключен. Это уже повод, да, для того, чтобы сообщить об этом. Ну, для этого можно сначала позвонить больницу, позвонить знакомым, может быть, куда-то он мог зайти и так далее, и потом обязательно сообщить. То есть самое страшное, это упущенное время. Когда ещё человека можно найти. А кто чаще теряется? Это дети какие-то, пожилые граждане, социально неблагополучные? Да, и от региона это зависит. Ну, то есть если мы берём, например, города с большим населением человеческим, да, там, ну, там, ну, например, Москва, Питер, да, там абсолютно разные категории. Как правило, это и бабушки, и дедушки с деменцией, как правило, там и другие болезни, альцгеймер и так далее. Они теряются, как правило, в городской среде. Но среди этих людей есть и те, которые теряются и в природной среде, да, то есть элементарно. Летний дачный сезон у нас открылся, все бабушки, дедушки, мамочки с детьми, детей к бабушкам отвозят в деревню, на дачу там и так далее. И там уже риск у любого человека потеряться, потому что соблазн пойти в лес погулять. После того, как ты столько времени провёл в городе, дыша этим неблагоприятным воздухом, он очень велик. А дети часто теряют? Ведь самое страшное потерять, мне кажется, ребёнка, да? Вы знаете, это очень такой, очень хороший вопрос, но ответ на него такой, что в принципе, конечно, когда ты теряешь, не то, что когда ты теряешь ребёнок, когда теряется ребёнок, это резонансный случай. Но бабушка, дедушка или там взрослый человек, он практически ничем не отличается. Только если, ну, если там взрослый человек, там, среднего возраста, там, 30, 40, 50 лет, он абсолютно здравый умеет, в хорошей памяти физически, он здоров, да, тогда, да, он выжить может и быстрее, и дольше, и, точнее говоря, дольше продержаться. Ребёнок или бабушка, дедушка с какими-то болезнями, или с сыром набора. Они сами дети, они такие же беззащитные, это беззащитные перед суровыми условиями природными. Но они же не всегда вот просят о помощи, правильно? Они могут вот впасть вот в это состояние, сидеть спокойно на остановке. Они могут даже не понимать, что происходит, они даже не понимают, что они потерялись, да. И вот здесь со стороны граждан очень важно как раз обращать внимание и тоже сообщать. Да, 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 да. Вот неравнодушно проходить, потому что, да, может, если встретите даже ночью бабушку одинокую, да, блуждающую, то это уже подозрительно. Ночью, понятно, а днём, если, например, да. Если одета не по сезону, да, не по погоде, это тоже стоит обращать на это внимание, необходимо обращать на это внимание и сообщать. Вот на службу 112 можно позвониться, оставить это сообщение и, возможно, уже в полиции, да, кто-то параллельно пишет заявление, что пропал его близкий. А был ли какой-то вот... Ну, у вас, я понимаю, что каждый случай уникальный, да, и, так скажем, требует много сил и времени, и нервов, ну, который вот вообще запомнился, и уже надежнее было найти на спасение даже такого ребёнка. Ну, у нас, наверное, совместный, да, вот поезд дедушки такой был. Да. Ну, один он просто из недавних, и он такой душераздирающий и впечатляющий. А почему? Ну, тогда ты начни рассказывать. Почему? Ну, значит, супружеская пара пожила, они приехали из Санкт-Петербурга, в московский регион, к своим детям, и просто отошли, не знаю, там, 100 метров от своей дачи, погулять в лесу, подышать свежим воздухом. И, значит, дедушка, он запросился домой, устал, ну, они практически в зоне видимости своей дачи находились. Ну, они говорят, ну, пойдём дальше, а ты, ну, возвращайся. И когда они вернулись с прогулки, его не было дома. То есть он обратно не вернулся. Поиски шли трое суток, и причём это осложнялось такими погодными условиями. То есть леса, в лесу тропы, они были водой наполнены вот по колено. И потом, на третьи сутки уже было принято решение, ну, когда позволила погода, да. Мы привлекли частную авиацию. И благодаря которой и был дедушка найден на опушке леса. Уже, конечно, в таком состоянии тяжёлом. Вот просто, Лена, она была... Да, частная авиация, это вообще отдельное, отдельное, будем так говорить, направление, это отдельное поисковое. Даже, будем так сказать, будем так говорить, это уже сформировавшееся аварийно-спасательное формирование. Добровольное. Да, добровольное. То есть это добровольное. Это добровольное, аварийно-спасательное формирование. Средства бешеные, вот даже на один вылет. На что финансируется? За счет собственных средств. Потому что, опять-таки, это частные пилоты, владельцы своей техники. Это самолеты, вертолеты. Как правило, это малая авиация, которая, да, это авиация общего назначения, будем так это говорить. Малая авиация, которая действительно нам, всем нам и поисковикам, она помогает. Ну, по крайней мере, я еще, как говорить, не параллельно, немножко от Лизы Алерт, да, я взяла вот это направление авиационное. Я сейчас являюсь именно координатором этого вертолетного отряда «Ангел». Я веду его с самого начала. Я работаю с региональными представителями пилотов именно по малой авиации. И за 6 лет нашей работы мы уже этой техникой, этими вертолетами нашли больше 500 человек. По всей России нашей. Да, это не так часто случается в каких-то там региональных, в зависимости от специфики и наличия техники. В московском регионе у нас уже четко налажено. То есть к этим людям можно не один раз обратиться, а несколько? У нас четко выстроено взаимодействие. Сезон даже дежурство налажено. Да, да, мы четко выстроили, знаете, у нас, наверное, даже требования похуже или похлеще, чем в армии, то есть пожестче, я бы так сказала. Потому что у нас каждый экипаж, да, у него есть свои обязанности. У него есть определенные регламенты, что он должен делать, что он не должен делать. У нас у каждого оперативного дежурного, у каждого авиационного координатора также есть вот свои обязанности, за рамки которых не стоит и не нужно выходить. Надо понимать, что все это же делается на безвозмездной основе. Да, абсолютно. У вас даже, по-моему, счетов нет, насколько я считаю. Нет. То есть вы не принимаете никакие благотворительные средства? Нет. Ну это вообще, конечно, дорогого стоит. Вы, наверное, наверняка спрашиваете своих коллег даже по авиации, им-то зачем это нужно? То есть только неравнодушные люди. Я понимаю, что это все люди состоятельные, правильно? Состоявшиеся и владельцы техники. Вы знаете, они абсолютно разные люди. Они, в принципе, ну как это, можно сказать, что они такие же, как и мы, только у них немного другие игрушки. Опять-таки, если сравнивать по затратам, количество финансовых затрат обычного пешего поисковика, выезжающего, ну не чуть ли ежедневно, там, три раза в неделю на поиск куда-нибудь там дальше, чем 100 километров, там, за 200 и 300, то за две недели, в принципе, у него по сумме денег на топливо, просто на топливо получается, в среднем где-то равное количество денег на вылет один раз вертолета. То есть вопрос, у кого дороже или у кого дешевле, у кого богаче, тут еще стоит как бы таким... Тут надо сказать, что не сложилось впечатление, что этим может заниматься человек, только у которого есть деньги. Нет, это не так, потому что этим может, как мы уже сказали, что это люди разных социальных статусов. И наклеить, ведь это объявление, это тоже большая работа. Да, да, и находят поэту такие вещи. То есть это работа многих людей, то есть это большая цепочка, да, начиная от приема звонка, человек, который в основном находится у себя дома, и заканчивая человеком, который непосредственно идет по этому лесу и непосредственно принимает на земле это участие. Между ними еще очень много разных цепочек. Вот действий у каждого как бы отделения будет даже... Человек, который привезет покушать, накормит поисковика, да, и уедет обратно на работу, он тоже взял свой склад. А что еще используете в поисках животных, например? Да, сейчас очень активно стало развиваться конное направление, как раз Екатерина им занимается. Да, это, наверное, ну, насколько мне, вот известно о каких случаях, это в 2014 году вот были впервые применены, может быть, еще где-то кто-то применял. Я лично знаю о 2014 году это было, а в 2018, в прошлом году, мы это начали активно развивать, и как раз вот мы оказались, наверное, благодаря этому здесь, конно-спортивный клуб «Фортуна», вот по инициативе... Руководителя Единицы. Руководителя, да, 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 мы попали сюда. И у нас мы собираем информацию о конниках, которые во всей России, и вот на карте так выделяется Наринмар, да, то есть там пока единственная вот эта лошадка, у нас в виде лошадок обозначение такие, эти конюшины, и мы очень этому рады. Ну, везде какое-то движение начинается с людей активных, которые хотят действительно что-то изменить, и как бы, да, не быть просто вот каким-то обычным равнодушным человеком, а быть именно неравнодушным человеком. Конечно, это важно. Вы сейчас только вернулись со встречи с нашими местными МЧСниками, вот как они отреагировали на ваши призывы, на ваши истории? Ну, мы были в поисково-спасательной службе, да, сейчас. Мы еще вот совсем с МЧС мы не пообщались. На самом деле мы говорим на одном языке с ними. Мы очень рады такому гостеприимному приему, потому что они нам показали технику, да, мы, естественно, начали задавать уже свои какие-то вопросы, потому что специфика у каждого региона, она своя. Вот здесь она немножко другая, но опять-таки я, как человек, который занимающийся авиацией, я начала про авиацию задавать вопросы. Катя про технику еще также интересовалась. Нет, очень хорошо, но у нас еще вот впереди круглый стол. Нашли отклик, да, в душе. Наверняка было бы здорово, если бы у нас здесь создалась вот такая региональная... А вы понимаете, мы это невозможно друг без друга. То есть все службы, все люди, что государственные службы, различные структуры, ведомства и добровольцы, они не могут в разнобор работать. То есть это, ну, ничего не получится из этого. Единый механизм. Да. То есть у нас уполномочены на розыске заниматься МВД, полиция, да, поисковые спасательные мероприятия проводят, поисково-спасательные службы, да, и так далее. То есть и все занимаются одним делом. А как сама вот эта вот работа происходит? Вы, например, поступил звонок, да, пропал ребенок. Вот мне интересно, а что дальше действия... Целый определенный такой... Такая цепочка горитма. Да, алгоритм работы, цепочка. То есть в зависимости... Ну, поступил звонок, там пропал ребенок. Идет сбор информации сначала. Самое главное, да, сбор информации. Во-первых, сначала кому позвонил, да. То есть если это там папа, мама позвонили в 112, находясь там в природной среде, и сказали, у нас пропал ребенок. А если вам, имейте в виду? Такое тоже бывает. Но мы все равно, мы всегда работаем, ну, если брать Лиза Лерта, там, вертолетный третангел, все работают с обязательным заявлением в полицию. То есть без заявления в полицию... А вы не приступаете, да, в действие? Нет. 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 Ну, потому что могут быть абсолютно разные случаи. Ну, где хорошо налажены отношения, то есть если поступает заявление в полицию, то полиция сообщает в отряд. Если заявление, сообщение попадает в отряд сначала, то спрашивается у заявителя, обращались ли вы в полицию. Ну, и ему рекомендуется обратиться, если он еще не подал заявление. А какая-то работа, вот идут поиски. Понятно, что помощь требуется не тому, кто потерялся, но еще самим родственникам, да? Да. Часто же бывает, что вообще находятся в таком очень тяжелом состоянии. Конечно. Неизвестность, это хуже всего. Есть ли психологи? Они есть, но их всегда не хватает. Потому что на самом деле здесь вопрос, даже кому больше психолог нужен. Тем, у кого пропал, или тем, кто ищет, или тем, кто уже нашел. Потому что никогда нельзя быть готовым к тому, что ты найдешь погибшего ребенка, да, как бы ты ни готовился к этому. То есть ты не будешь все равно настолько цинична. Это всегда тяжело. Это всегда как, знаете, ты потом должен отдохнуть какое-то время от поисковой деятельности, чтобы немного восстановиться, хотя бы эмоционально, и продолжить дальше. Как вообще люди, да я поражаюсь, находят время? Участники, да, представители в зале. Они же все работают, у них есть у всех семьи, есть дети. Да, ну, например, если вы будете звонить на горячую линию 8800, то очень часто вы услышите женский голос, и на заднем фоне где-то будет там детский плач, или детский голос какой-нибудь. Потому что это мама в декрете, как правило, да. Она не может выехать на поиск, но она может заниматься вот в этом направлении в отряде. Еще ведь надо тоже психологически, это вы правильно сказали, отдохнуть. Ты же каждую историю через себя пропустишь. Ну, мы уже вот за, ну, там, за 9 лет ты стараешься уже отрезать это. То есть история закончилась, если закончилась хорошо, это еще, да, как говорится, отлично все, мы идем дальше. Если мы будем останавливаться на каждой истории, ну, как бы, мы должны все-таки дальше работать в этом направлении, мы не можем позволить себе останавливаться на каждом. Есть такие, которые остаются таким, знаете, широким и большим шрамом в сердце. Есть. А есть такие, когда ты понимаешь, что вот здесь из-за нескольких причин, из-за нескольких факторов мы все не успели. Есть истории, когда не найдены, да, то есть каждый этот ребенок, ты о нем помнишь, ты его знаешь, особенно если ты уже искал очень активного, и он вдруг не найден. Но, как правило, это такие дети, которые терялись еще там в 2010-м, в 2011-м, в 2012-м году, когда только-только это все выстраивалось, когда только-только выстраивалось взаимодействие со всеми службами. Сейчас оно более-менее выстроено. Как единый организм, да. А бывает, что люди обращаются вот и ищут тех родственников, которые давно потерялись? Да, бывает. И тоже не отказываете? Ну, отряд в этом направлении не работает. Не работает. Да, это все-таки поиски связаны с недавней пропажей. Но есть элементарно такие заявки, или родственникам рекомендуется отправить в «Жди меня», да, и так далее. Вот там в полицию, там, и архивы. Потому что бывают, что заявки из давних-давних времен, там, помогите найти человека. Но все-таки мы все заточены на то, чтобы здесь и сейчас показать помощь именно тем, кто во мне требуется. А самый долгий срок? Помните, вот когда искали человека, уже отчаялись, и нашли, и живые нашли, и здоровые? Ну, у меня вот на памяти это когда-то... Карачаево-Черкесия. Это вот что там произошло. Ну, и вы имеете в виду активную такую вот фазу? Да, да, да. Потому что есть поиски, которые так и... Ну, по два, по три года идут. Да, и больше. Ну, вот активную фазу, да, там. Ну, в Маскате как раз были совершенно случайно, так сказать, поехали в отпуск в Карачаево-Черкесии. И там не дали спокойствие. Да, и на самом деле, я не знаю, это начинает уже как-то идти за тобой, потому что, когда ты планируешь свой какой-то отпуск, ты... Мы сейчас в отпуске, собственно. Да, да. Ты хотел, ты все-таки хочешь отдохнуть. И когда перед вылетом мне позвонила Катя, говорит, Лена, у нас тут в Минводах, значит, у нас тут поиск, я сначала удивилась, говорю, Катя, ты зачем так шутишь? На самом деле, да, и мы вместо того, чтобы провести вот море, мы провели практически две недели в горах, Катя еще с дочерью была, вот, и в горах искали мальчика, это, понимаете, это тоже такая специфика была, там никогда никто практически не терялся. Если терялся, то их находили. У них... Расскажи уже вот ты вот про специфику. Это говорит о том, что человек может потеряться вообще в любом месте, в любое время. Да, мы просто слышим иногда такие речи, что у нас никогда никто не пропадет, у нас такое... У нас такое не может быть. Да, не может быть, и, конечно, это очень хорошо, и мы никогда бы не хотели доказать, что... Обратное. Да, обратное. Но, к сожалению, по нашему опыту это происходит так. И там, где этого не происходило, и, конечно, люди к этому не подготовлены. Не подготовлены, они не знают, что делать, они не знают, как искать, и вот пришлось там провести нам, да, две недели. За эти две недели мы, к сожалению, не нашли мальчика. его нашли уже спустя месяц. Живое? Нет. Нет, он погиб, да, там очень большие территории, очень... Горы, то есть там... А что произошло? Он пошел погулять, и заболелся? Ну, он дезориентирован был в силу своего заболевания, поэтому... И погодные условия, они, конечно, не дали ему шанс выжить в этой среде. Ну, просто там в день, когда он пропал, было с утра или днем там плюс 25, а вечером температура опустилась до плюс 9. Собственно говоря, он просто замерз. Да, страшно, конечно. Бывает, что дети не просто теряются, а едут путешествовать, да, насмотрятся там. Ну, это уже... Ну, тоже были, наверное, такие случаи у вас, да? Ну, это тоже другая немножко категория. Мира и путешественника. Путешественники. Есть такие, да. Есть бегунки. Ну, то есть, знаете, тут как бы их всех, кто теряется или кто пропадает или на кого приходит заявка, да, а на поиск, у них уже у всех в каждой есть свое какое-то название. Слава богу, вот как я уже сказала, что большинство из них спасенные, да, и дети. Вы наверняка участвуете вот при встрече, когда вот человек уже отчаялся, родственник, да, там найти своего. Вот какие чувства испытываете? Вот они встречаются. Ну, это... Я не знаю. Это... Вы знаете, сейчас, наверное, ты стараешься как-то вот когда ты видишь... Я сейчас заплачу. Когда ты видишь этот накал страстей, да, ну, во-первых, вот ты там две-три недели, ну, это хорошо, две недели, там несколько дней ты в очень активном режиме, ты живешь только одной мыслью найти абсолютно тебе незнакомого человека. И ты видишь, как там, например, дедушка, который жил с своей бабушкой там 50-60 лет, он каждый день приходит к месту штаба, он плачет, он говорит, найдите бабушку мою, пожалуйста, найдите ее хотя бы живую, там, или хотя бы там мертвую, но найдите. И ты ее, эту бабушку находишь, и когда эту бабушку несут на носилках, он подходит к ней. Тут возле дедушки уже дежурит скорая помощь, да, чтобы ему наливать валидол, волокодин и так далее. И когда ты видишь, просто вот он ее обнимает, целует, говорит, ну что же ты, ну зачем же ты пошла? Она говорит, милая, ну я же тебе грибочков собрать. И вот ты стоишь, и реально, ты начинаешь рыдать. Вот просто, ты начинаешь рыдать. Бывает, конечно, и такое, что, ну даже спасибо не говорят, но мы как бы и не за спасибо. Мы просто вот для того, чтобы все было хорошо. Я думаю, что все будет хорошо. Вам большое человеческое спасибо. Спасибо, что сегодня пришли к нам в студию. Я хочу сделать подарок. Диски с нашим фильмом в условиях военного времени, посвящен бойцам трудового фронта в Ненецкого округа. Они тоже сделали свой подвиг, как и вы, простой человеческий. Мы не считаем. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Мы все очень хотим поблагодарить ваш город, ваш край. Нас очень здесь очень хорошо принимают. Встретили, гостеприимные очень. И мы надеемся, что мы здесь не в последний раз. Однозначно. Мы еще не видели цветущую тундру. Конечно. Мы вас будем очень ждать. И надеюсь, что у нас появится тоже добровольство. Мы очень верим и очень надеемся, что здесь, так же, как и сейчас, никто никогда не пропадет и не будет пропадать. Но если это случится, то все будет знать, что делать. Напомню, что сегодня у нас в гостях были представители добровольно-поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», Екатерина Герасименко и Елена Горячева. Спонсор нашей программы магазин «Сударушка». «Сударушка» предлагает модную и удобную одежду по доступной цене, которую вы не купите в обычных магазинах. Магазин работает с 11 до 19 часов. Выходной – понедельник по адресу Рыбников 3А. Телефон для справок 8-911-650-15-51. Магазин «Сударушка». Будьте красивы в любое время года. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин